С юбилеем сотрудников Республиканской детской клинической больницы сегодня поздравил временно исполняющий обязанности главы Чувашия Михаил Игнатьев. Доктора детской больницы гордятся своей работой, заботятся о здоровье маленьких граждан страны и большая ответственность. Но нет ничего дороже искренней благодарности пациентов. Михаил Игнатьев отметил, что 30 лет – небольшой срок, но за эти десятилетия удалось добиться очень хороших результатов. Главное, что каждому маленькому пациенту медики отдают частичку своего сердца. Я хочу поблагодарить вас всех за вашу результативную, эффективную работу на благо этих детей. Потому что дети – это будущее России, будущее Чувашии, низкий вам поклон. Добросовестный труд работников больницы был отмечен наградами не только республиканского, но и российского уровня. Татьяна Раевская, Екатерина Куприна, Расиль Мухаммедов, Республика. Работы по уборке зерновых и зернобобовых культур по республике подходят к завершениям. Ясная погода, новая уборочная техника и ударный труд сельчан значительно ускоряют ход работы. И в скором времени крестьянско-фермерские хозяйства и сельскохозяйственные предприятия приступят к посеву. Земли в Яльческом районе используют максимально эффективно. Более 20 тысяч гектаров засеяны зерном, кормовыми культурами и овощами. 50% уже убраны, вспаханы и готовы к последующим работам. В этом году, объединив усилия, сельчане смогли закупить 5 комбайнов, тем самым повысив производительность. После уборки полученный урожай обрабатывается. Обмолачивается зерно, заготавливаются корма, фасуется солома. Одновременно подготавливается почва для посева зимых культур. Идут работы по подъему зяби. Все земли в Яльческом районе сельскохозяйственного назначения введены все в оборот. Параллельно с уборкой зерновых культур проводится работа по заготовке кормов. В переходный период с сентября-октября животноводческие предприятия будут обеспечены зеленым кормом – рапсом. Эту культуру выращивают в районе уже не первый год. Екатерина Куприна, Сергей Рябчиков, Республика.